Иисус Один из них Андрей, брат Симона Петра. Он находит брата своего Симона и говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос, и приводит его к Иисусу. Увидев Петра, Иисус говорит, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень. В Евангелиях от Матфея и Марка приводится иная история. Иисус говорит, что значит Христос, иная история. По его Зевидея в лодке с работниками последовали за ним. Вырисовывается целая серия встреч Иисуса со своими будущими учениками. Сначала их было двое, потом стало четверо. Затем к ним присоединялись все новые и новые ученики. В какой-то момент из общего числа он избирает двенадцать. Евангелист Марк говорит об этом так. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Апостолы должны были разделять труды Иисуса, его радости и скорби, быть с ним во всех обстоятельствах его жизни, слушать и запоминать его слова. Но избрание относится не только ко времени его земной жизни. Они его посланники и должны будут после его смерти и воскресения нести в мир его слово, проповедовать его учения, быть продолжателями его дела. Почему апостолов было именно двенадцать? Самое тривиальное объяснение заключается в том, что двенадцать – это оптимальное число людей, с которыми может напрямую работать один руководитель. Однако двенадцать – это еще и священное число для израильского народа, напоминающее о сыновьях Иакова и произошедших от них двенадцати коленах Израилевых. Иисус сам проведет эту параллель, когда скажет апостолам «В паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле Славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Группа из двенадцати апостолов мыслится как ядро Церкви, а Церковь – как новый Израиль, который объединит всех, уверовавших в Иисуса. И если во главе израильского народа стоял Иаков со своими двенадцатью сыновьями, то во главе нового народа Божия стоит Иисус и Его двенадцать апостолов.